Слово о священстве, четвертое. Василий, выслушав это и немного помедлив, сказал, «Если бы ты сам старался приобрести эту власть, то страх твой был бы основателен. Кто своим домогательством получить ее признал себя способным к исполнению этого дела, тому по получению ее нельзя прибегать к неопытности для оправдания своих погрешностей. Он заранее сам лишил себя этого оправдания тем, что стремился и похитил это служение, и как добровольный и по собственному желанию, приступивший к нему, уже не может сказать, «Я невольно погрешил в том-то и невольно погубил такого-то». Тот, кто тогда будет судить его за это, скажет ему, «Почему же ты, сознавая в себе такую неопытность и имея достаточно ума для безошибочного исполнения этой обязанности, стремился и осмелился принять на себя дела, превышающие твои силы? Кто принуждал? Кто насильно влек тебя, если ты уклонился и убегал? Но ты никогда не услышишь ничего такого. Ты и сам не можешь упрекать себя в чем-либо подобном, и всем известно, что ты нисколько не домогался этой чести, но все сделано другими, и то, что лишает других прощения за погрешности, тебе доставляет важные основания к оправданию златоуста. После этого я, покачав головой, немного улыбнувшись, поделился его простодушию и сказал ему, «Я и сам желал бы, чтобы дело было так, как ты сказал, добрейший из всех, не для того, впрочем, чтобы я мог принять то, от чего убежал, хотя бы мне не предстояло никакого наказания за мое небрежное и неопытное попечение о стадии Христовым. Но если бы мне вверены были такие великие дела, для меня тяжелее всякого наказания было бы то, что я оказался столь недостойным перед лицом верившего их мне. Для чего же я стал бы желать, чтобы мнение твое не было тщетным? Для того разве, чтобы этим жалким и несчастным, так должно назвать тех, которые не умели хорошо управлять этим делом, хотя бы ты тысячекратно говорил, что они были привлечены насильно и грешили по неведению. Можно было и избежать огня неугасимого, тьмы кромешной, червени умирающего, рассечения и погибели вместе с лицемерами. Что же сказать тебе? Нет, это не так. Если хочешь, я представлю тебе доказательства верности слов моих, начав с царствования, за которые ответственность перед Богом не такова, какова за священство. Саул, сын кисов, не по собственному домогательству сделался царем. Он пошел искать ослиц и пришел спросить об них пророка. А то стал говорить ему о царстве. И хотя он слышал об этом от пророка, но не стремился, а отказывался и отрицался, сказав, кто я и кто дом отца моего, и что же, так как он злоупотреблял данные ему от Бога честью, то мог ли он этими словами своими избавиться от гнева воцарившего его? Между тем, он мог бы сказать обвинявшему его Самуилу, «Разве я сам стремился к царствованию? Разве я искал этой власти? Я желал вести жизнь частных людей, безмятежную и спокойную, а ты привлек меня к этому достоинству. Оставаясь в уничиженном состоянии, я легко мог бы уклониться от преткновений. Находясь в числе простых и незнатных людей, я не был бы послан на такое дело, и Бог не поручил бы мне войны с амаликитянами. А без этого поручения я не совершил бы такого греха». Но все это слабо для оправдания, и не только слабо, но и опасно. Еще более воспоменяет гнев Божий. Кто почтен выше своего достоинства, тот не должен представлять в оправдании своих погрешностей величие этой чести, но великое о нем попечение Божие должно обращать в побуждение к большему приспиянию в добре. Получивший высокое достоинство и поэтому считающий дозволительным для себя грешить, делает не что иное, как старается представить человеколюбие Божие, причины грехов своих, что говорить всегда свойственно людям нечестивым и беспечно ведущим жизнь свою. Мы же не должны так думать и впадать в одинаковое с ними безумие. Но во всем стараться по силам своим исполнять зависящее от нас самих и иметь и язык, и ум благоговейный. Или о царствовании мы перейдем теперь к священству, о котором идет у нас речь, также не старался приобрести эту власть. А какую пользу он получил от этого, когда согрешил? На что я говорю, не старался? Он даже не мог, хотя бы и желал избежать ее по требованию закона, потому что он происходил из колена Ливиина и должен был принять эту власть, нисходящую по родовому преемству. Однако и он потерпел немалое наказание за свои воли и детей своих. Первое царство. Глава 4. Так и бывший первым священником иудейским, о котором так много говорил Бог Моисею, за то, что не мог один противостать безумии такого множества народа, не был ли почти у самой погибели, если бы предстательство брата не удержало гнева Божия? Исход 32. Так как я упомянула Моисея, то благовременно подтвердить истину моих слов и случившимся с ним событиями. Сам блаженный Моисей так далек был от того, чтобы домогаться начальству над иудеями, что даже отказывался от предлагаемого, не соглашался на повеление Божие и разгневал повелевшего. И не только тогда, но и после уже, по принятии власти, он охотно желал умереть, чтобы освободиться от нее. Убей меня, говорил он. Число 11.15. И что же? Так как он согрешил при изведении воды, число 20.12, то непрестанные его отказы могли ли защитить его и склонить Бога к дарованию ему прощения? Не за другое ли что-нибудь он был лишен обетованной земли? Не за другое что, как известно всем нам, а именно за этот грех? Такой дивный муж не мог достигнуть того, чего достигли подвластные ему. Но после многих подвигов и изнурений, после такого необычайного странствования, после сражений и побед умер вне той земли, для которой подъял столько трудов и, претерпев бедствие мореплавания, не насладился благами пристани. И видишь, что не только похищающие священство, но и те, которые получают его постарания других, не могут ничем оправдывать о своих проступках. Если те, которые многократно отказывались, когда сам Бог избирал их, подверглись такому наказанию, и ничто не могло избавить от этой опасности, ни Аарона, ни Илия, ни того блаженного мужа, святого, пророка, дивного, кроткого, более всех человеков на земле, который беседовал с Богом как друг, то нам, которые столь далеки от его совершенства, едва ли послужат к достаточному оправданию наше сознание, что мы нисколько не искали себе этой власти, особенно когда многие из этих избраний бывают не по божественной благодати, но по старанию людей. Бог избрал Иуду и включил его в святый лик учеников Христовых и даровал ему вместе с прочими апостольское достоинство и даже предоставил ему нечто большее перед другими, распоряжение деньгами. И что же? Когда он и тем, и другим злоупотребил, того, кого должен был проповедовать, предал, и из того, чем поручен ему распоряжаться и ко благу сделал худое употребление, то избежал ли наказания? А тем самым он еще увеличил для себя наказание и весьма справедливо, потому что даруемое Богом преимущество должно употреблять не на оскорбление Бога, но на большее ему угождение. Тот, кто думает избежать заслуженного им наказания за то, что получил большее перед другими почести, поступает подобно тому, как если бы кто из неверующих иудеев, услышав слова Христовы, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха». И так же, «Если бы не совершил тех дел, которые другой никто не совершил, то не имели бы греха». Стал обвинять спасителей и благодетелей и говорить, «Для чего же ты пришел и говорил? Для чего творил знамение? Для того ли, чтобы больше наказать нас?» Но это слова неистовства и крайнее безумие. «Врач пришел не для того, чтобы судить тебя, но для того, чтобы врачевать. Не для того, чтобы презреть тебя, болящего, но чтобы совершенно освободить тебя от болезни. А ты добровольно уклонился от рук его. За это прими жесточайшее наказание. Если бы ты принял врачевание, то очистился бы от прежних болезней. А так как ты, видя пришедшего врача, убежал от него, то уже не можешь очиститься от них. Если же не можешь, то будешь наказан за них. И вместе за то, что попечение его о тебе сделал тщетным. Сколько это от тебя зависело. Поэтому мы не одинаковому подвергаемся истязанию до принятия или после принятия почестей от Бога, но в последнем случае гораздо строжайшему. Кого не исправляет благодеяние, тот достоин большего наказания. Итак, если это оправдание слабо, как доказано нами, и если оно не только не спасает прибегающих к нему, но еще больше подвергает опасности, то нам надо бы наискать другой защиты. Василий сказал, какой же. Я теперь даже сам себя не чувствую. В такой страх и ужас ты привел меня этими словами. Златоуст, нет, сказал я, прошу и умоляю, не предавайся такому страху. Есть защита. Для нас немощных никогда не вступать в эту должность, а для вас, крепких, по получению благодати Божией, полагать надежде спасения не в другом чем, а в том, чтобы не делать ничего недостойного этого дара и Бога его давшего. Величайшие наказания заслужат этого те, которые, достигнув этой власти собственными усилиями, будут худо исполнять это служение или по нерадении, или по нечестии, или по неопытности. Но за это не будет прощения и тем, которые недомогались власти. И они не имеют никакого оправдания. По моему мнению, хотя бы тысячи людей призывали и принуждали, должно не на них смотреть, а наперед испытывать свою душу и исследовать все тщательно. И потом уступать принуждающим. Если построить дом не обещается никто из незнающих строительного искусства, и к лечению больных телом не приступит никто из незнающих врачебного искусства, и хотя бы многие насильно влекли их, они откажутся и не будут стыдиться своего незнания, то неужели тот, кому имеет быть вверено по печенью о столь многих душах, не испытает наперед самого себя, но хотя бы он был неопытнейшим из всех, примет это служение, потому что такое-то приказывает, такое-то принуждает, и чтобы не огорчить такого-то, не ввергает ли он себя вместе с ними в явную беду? Тогда как ему можно было спасать самого себя, он губит с собой и других. Откуда же можно ожидать спасения? Откуда получить прощение? Кто будет защищать нас тогда, на будущем суде? Может быть, те, которые теперь принуждают и влекут силою? Но кто спасет их самих в то время? Они сами будут нуждаться в других, чтобы избежать огня. А что я теперь говорю, это не с тем, чтобы устрашить тебя, но чтобы показать истинное положение дела. Послушай, что говорит блаженный Павел ученику своему Тимофею, истинному и возлюбленному сыну. Руки скоро не возлагай ни на кого, и не приобщайся чужим грехам. Видишь ли, от какого не только осуждения, но и наказания я со своей стороны избавил тех, которые намеревались возвести меня в это достоинство. Как для избранных недовольно сказать свое оправдание, я не сам вызвался, я не предвидел и потому не уклонился. Так и избирающим нисколько не может помочь то, если они скажут, что не знали избранного. Но по этому самому вина и становится большею, что они приняли того, кого не знали. И кажущееся оправдание служит к увеличению осуждения. Если желающий купить невольника, показывает его врачам и требует поручителя за продаваемого, и расспрашивает соседей, и после всего этого не решается купить, но требует еще долгого времени для испытания, то не безрассудно ли, что намеревающийся назначить кого-нибудь на такое служение свидетельствует и присуждает просто и как случится, как покажется кому-нибудь, в угождении или по вражде к другим, не делая никакого другого испытания. Кто будет защищать нас тогда, когда и те, которые должны бы защищать, сами будут нуждаться в защитниках? Итак, и намеревающийся избрать должен делать большое испытание, а еще гораздо больше избираемый, хотя избиратели вместе с ним подвергаются наказанию за его погрешности. Однако и он, не освобождаясь от наказания, даже подвергается еще большему, если только избиратели по какому-либо человеческому побуждению не поступили вопреки требованию справедливости. Если же они будут обречены в том, что по какому-нибудь предлогу заведомо приняли недостойного, то они подвергнутся равному с ним наказанию, а избравшее неспособного, может быть и большему. Кто вручит власть человеку вредному для церкви, тот будет виновен в дерзких его поступках. Если же он ни в чем таком не будет виновен, но скажет, что он обманут мнением народа, и тогда он не останется без наказания, а только будет наказан немного менее избранного. Почему? Потому что избиратели действительно могут сделать это, обманувшись ложным мнением. А избранный никак не может сказать, что не знал самого себя, как не знали его другие. Посему, чем он тяжелее, принявшись его, и имеет быть наказан, тем строже их должен испытывать самого себя. Если бы они по неведению стали привлекать его, он должен прийти и точно объяснить причины, которыми остановил бы обманутых, и, объявив себя недостойным испытанием, избежал тяжести столь великих дел. Почему тогда, когда идет совещание о деле воинском, о торговле, о земледеле и других житейских занятиях, ни земледелец не решился плыть по морю, ни воин обрабатывать землю, ни кормщий сделаться воином, хотя бы кто угрожал им тысячей смертей? Очевидно потому, что каждый из них предвидит опасность от своей неопытности. Если же там, где ущерб маловажен, мы действуем с такой осмотрительностью и протеемся требований принуждающих, то здесь, где за предоставление священства несведущим предстоит вечное мучение, как мы без рассуждений и без разбора будем подвергать себя такой опасности, ссылаясь на насилие других? Но имеющий судить нас тогда не примет такого оправдания. Следовало бы соблюдать осторожность в делах духовных гораздо более, чем плотских. А теперь мы оказываемся не соблюдающими и одинаковой осторожности. Скажи мне, если бы мы, считая какого-нибудь человека знающим строительное искусство, тогда как он на самом деле не знает его, пригласили бы на эту работу, и он согласился бы, и потом, взяв приготовленный для строения материал, растратил бы и дерева, и камни построил такой дом, который тотчас разрушился бы. Неужели достаточно было бы к оправданию его то, что он не сам вызвался строить, а другие принудили его? Нет. И весьма основательно и справедливо. Ему следовало отказать все, когда и другие приглашали его. Если же растратившему дерева и камни не будет никакой возможности избежать наказания, то погубляющий души и назидающий их беспечно, как может думать, что принуждение от других поможет ему избегнуть наказания? Не крайне ли это безрассудно? Я еще не прибавляю того, что никто не может принудить кого-нибудь против воли. Но положим, что кто-нибудь подвергся тысяче насилий и многоразличным хитростям, так что принужден будет уступить, и это избавит ли его от наказания? Нет. Увещеваю, не будем столько обольщать себя и притворяться незнающими того, что ясно и для малолетних детей. Тем более, что при отчете в делах такое притворное незнание не может принести нам пользы. Ты сам не домогался приобрести эту власть, сознавая свою немощь? Хорошо и честно. С таким же сознанием следовало отказаться и тогда, когда другие приглашали. Или тогда, когда никто не приглашал. Ты был немощен и неспособен. А как скоро нашлись люди, вознамерившиеся предоставить тебе эту честь, ты вдруг сделался сильным. Это смешно и лживо и достойно крайнего наказания. Посему и Господь увещевает, желающего построить башню, не полагать основания прежде, нежели он сообразит свою состоятельность, чтобы не подать присутствующим тысячи поводов ко смеянию его. Но для него беда ограничивается смехом, а здесь наказанием будет огонь неугасимый, червь неумирающая, скрежет зубов, тьма кромешная, рассечение и погибель вместе с лицемерами. Обвинители же мои не хотят знать ничего этого, иначе они перестали бы укорять того, кто не хочет погибнуть напрасно. Настоящее наше рассуждение касается не распоряжения пшеницей и житом, валами и овцами, или чем-либо другим подобным, но самого тела Христова, ибо Церковь Христова, по словам блаженного Павла, есть тело Христова. И тот, кому оно верено, должен содержать его в великом благосостоянии и превосходной красоте, всюду наблюдать, чтобы какая-нибудь скверна или порог, или нечто от таковых пятен не повредили ее доброты и благолепия. Не должен ли он представлять это тело достойным нетленной и блаженной его главы по мере сил человеческих? Если заботящиеся о благосостоянии ротабортов имеют нужду и во врачах, и руководителях, и строгом образе жизни, и непрестанном упражнении, и множестве других предосторожностей, ибо и какая-нибудь малость, оставленная у них без внимания, разрушает и не спровергает все, то принявшее на себя попечение об этом теле, ведущим борьбу не с телами, но с невидимыми силами, как могут сохранить его невредимым и здравым, если не будут иметь добродетель гораздо более человеческой, и знать всякое врачество, полезное для души? 444 Но после примера дел предоставлен один вид и способ вручевания учение словом. Вот орудие, вот пища, вот превосходное растворение воздуха. Это вместо лекарства, это вместо огня, это вместо железа. Нужно ли прижечь или отсечь? Необходимо употребить слово. Если оно нисколько не подействует, то все прочее напрасно. Им мы восставляем падшую и укращаем волнующуюся душу, отсекаем излишнее, восполняем недостающее и совершаем все прочее, что служит у нас к здравию души. Наилучшему устроению жизни может содействовать жизнь другого, располагая к соревнованию. Но когда душа страждет болезни, состоящую в неправых догматах, тогда весьма полезно слово не только для ограждения своих, но и для борьбы с посторонними. Если бы кто имел меч духовный, ищет веры такой, что мог бы совершать чудеса и посредством чудес заграждать уста бесстыдным, тот не имел бы нужды в помощи слова. Лучше, оно по свойству своему и тогда было бы не бесполезно, но даже весьма необходимо. Так и блаженный Павел действовал словом, хотя повсюду славился знамениями. И другой из лика апостольского увещевает заботиться о силе слова, будьте готовы, говорит он, всякому требующему вас отчета дать ответ. И все они тогда по другой какой-либо, не по другой какой-либо причине предоставили Стефану и его сотрудникам попечение вдовицах, но для того, чтобы сами беспрепятственно могли заниматься в служении слова. Если бы мы имели силу знамений, то не стали бы так много заботиться о слове. Но если не осталось и следа той силы, а между тем со всех сторон я непрестанно, наступает неприятель, то уже необходимо нам ограждаться словом, чтобы нам не поражаться стрелами врагов и чтобы лучше нам поражать их. Посему должно тщательно стараться, чтобы слово Христово вселялось в нас обильно. Мы готовимся не к одному роду борьбы. Но эта война разнообразна и производится различными врагами. Не все они действуют одним и тем же оружием. И стараются нападать на нас неодинаковым образом. Поэтому кто намеревается вести войну со всеми, тот должен знать способы действия всех их, быть и стрельцом, и пращником, предводителем полка и начальником отряда, воином и военачальником, пешим и всадником, сражающимся на море и под стенами. В военных сражениях какое кому назначено дело, так он и отражает наступающих врагов. А здесь этого нет. Если намеревающийся побеждать не будет сведущ во всех частях этого искусства, то дьявол через одну какую-нибудь часть, если она останется в небрежении, сумеет провести своих грабителей и расхитить овец. Но он не будет так смел, когда увидит пастыря, выступающего с полным знанием и хорошо сведущего во всех его кознях. И так нужно хорошо ограждаться во всех частях. Пока город огражден со всех сторон, до тех пор находясь в совершенной безопасности, он смеется над осаждающими его. Но если кто разрушит стену его, хотя только в меру ворот, то для него уже нет пользы от окружности стены, хотя бы прочие части оставались твердыми. Так и город Божий, когда его отовсюду ограждает вместо стены прозорливость и благоразумие пастыря. Все покушения врагов обращают к их стыду и посмеянию, а живущие внутри города остаются невредимыми. И если же кто успеет разрушить какую-нибудь часть его, хотя всего и разрушит, ни все не разрушит, то от этой части, так сказать, заражается и все прочее. Что польза, если он хорошо борется с язычниками, а его опустошают иудеи? Или он преодолевает тех и других, а его расхищают манихеи? Или после победы над этими распространяющие учения о судьбе станут убивать овец, находящихся внутри его? Но для чего исчислять все дьявольские ереси? Если пастырь не умеет хорошо отражать все эти ереси, то волк может и посредством одной пожрать множество овец. В воинском деле от противостоящих и сражающихся воинов всегда должно ожидать и победы, и поражения. А здесь совершенно иначе. Часто битва с одними доставляет победу таким врагам, которые вначале не ополчались и нисколько не трудились, а оставались спокойно сидящими. И не имеющий в этих делах большой опытности, поразив себя собственным мечом, делается смешным и для друзей, и для врагов. Например, я постараюсь объяснить тебе сказанное к примеру. Последователи лжеучения Валентина и Маркиона и одержимые одинаковыми с ними болезнями исключают из числа книг Божественного Писания закон, данный Богом, Моисею. Иудеи же так почитают его, что и теперь, когда уже время не позволяет, стараются вполне соблюдать его вопреки воле Божией. А Церковь Божия, избегая крайности тех и других, идет средним путем и не соглашается подчиняться игу закона и не допускает хулить его, но хвалит его и по прекращении его за то, что он был полезен в свое время. Поэтому тот, кто намеревается бороться с теми и другими, должен соблюдать это равновесие. Если он, желая научить иудеев, что они неблаговременно держатся древнего законодательства, начнет без пощады порицать его, то подаст немалый повод желающим из еретиков хулить его. А если стараясь заградить уста этим еретикам, станет неумеренно превозносить закон и выхвалять его, как необходимый в настоящее время, то откроет уста иудеям, также одержима неистовством Савелия и беснованием Ария. Те и другие по неумеренности отпали от здравой веры. Хотя те и другие удерживают имя христиан, но если кто исследует учения их, тот найдет, что одни нисколько не лучше иудеев, разве только различаются названиями. А учения других имеют большое сходство с ересью Павла Самосадского, но что и те и другие далеки от истины. Валентиниан и Маркион ересеначальники сект, известных под именами Валентиниан и Маркионитов II века, Савелий Павел Самосадский, ересеначальники Савелиан и Павлиан Самосаситов III века Ария, ересеначальник Ариан IV века Поржестия Христов. Здесь предстоит большая опасность, узкий и тесный путь, окруженный с обеих сторон утесами и немалый страх, чтобы кто-нибудь, намереваясь поразить одного, не был ранен другим. Так, если кто скажет, что божество едино, то Савелий тотчас обратит это слово в пользу своего безумного учения. Если же покажет различия, называя одного отцом, другого сыном, третьего духом святым, то выступит Ария и станет относить разность лиц к различию в существе. Между тем, должно отвращаться и убегать как нечестивого смешения Савелиева, так и безумного разделения Ариева, и исповедовать единое божество отца и сына и святого духа, но при том в трех лицах, таким образом мы можем заградить вход к тому и другому. Можно бы привести тебе и многие другие затруднения, с которыми, если кто не будет бороться мужественно и тщательно, тот сам останется со множеством ран. А что сказать о распрях своих ближних? Они не меньше внешних нападений, но еще более представляют труда для наставника. А одни из любопытства тщетно и напрасно хотят исследовать такие предметы, которые знать было бы бесполезно и познать невозможно. Другие требуют от Бога отчета в судьбах Его и усиливаются измерить эту великую бездну, ибо судьбы твои, говорится в Писании, бездна великая. Пекущихся о вере и жизни найдется немного, а гораздо более таких, которые следуют и изыскивают то, чего найти невозможно, и изыскание, чего оскорбляет Бога. Когда мы усилиемся познать то, чего Бог не хотел открыть нам, то мы и не узнаем этого, ибо как можно узнать, если это не угодно Богу? И за любопытство свое только подвергнемся опасности. Между тем и при таком положении дела, кто со властью станет заграждать уста и следующим незаступные предметы, тот навлечет на себя упрек в гордости и невежестве. Поэтому и здесь предстоятели нужно действовать с великим благоразумием, чтобы и отклонять других от нелепых вопросов и самому избегнуть сказанных обвинений. Для всего этого не дано ничего другого, кроме одной только помощи слова. Если кто не имеет этой силы, то души подчиненных ему людей постоянно будут находиться в состоянии нисколько не выше обуреваемых кораблей. Я говорю о людях слабейших и любопытнейших. поскольку священник должен употреблять все меры, чтобы приобрести эту силу. Василий сказал, почему же Павел не старался приобрести эту силу и даже не стыдиться скудости своего слова, но прямо признает себя невежда и при том в послании к Каринтинам, которые славились красноречием и весьма хвалились им. 2 Коринтинам 11.6 Златоуст От этого самого сказал я, многие погибли и сделали смене ревностными к истинному учению. Так как они не могли в точности постигнуть глубину мыслей апостола и увразуметь смысл слов его, то и проводили все время в дремоте и сонливости, хваля невежество, не то, которое приписывал себе Павел, но от которого он так был далек, как ни один человек, живущий под небом. Впрочем, оставим этот предмет до другого времени. А теперь я скажу следующее. Положим, что Павел был невежда и в том смысле, какого они желают. Как это относится к нынешним людям? Он имел силу гораздо высшую слово и способную совершать гораздо большее действие. При одном появлении в своем и при молчании он был страшен для демонов. А нынешние все, собравшись вместе с бесчисленными молитвами и слезами своими не могли бы сделать того, что некогда могли совершать полотенца Павловы. Павел молитвой воскрешал мертвых и совершал другие чудеса такие, что язычники принимали его за Бога. Еще прежде переселения из здешней жизни он удостоился быть восхищенным до третьего неба и слышать такие слова, которых не может слышать человеческая природа. А нынешние люди, впрочем, я не намерен говорить ничего неприятного и тяжелого, это теперь говорю не укоряя их, но изумляясь, как не страшаться сравнивать себя с таким мужем. Если мы, оставив чудеса, перейдем к жизни этого блаженного и посмотрим на ангельскую его деятельность, то увидим и в ней еще более чем в знамениях превосходства этого ротоборца Христова. Кто может изобразить его ревность, скротость, постоянные опасности, непрерывные заботы, непрестанные беспокойства о церквах, сосрадания к немощным, многие скорби, многократные гонения, каждодневные смерти? Какое место во Вселенной, какая земля, какое море не знает подвигов этого праведника? Его знала и пустыня, часто принимавшая его во время его опасности. Он претерпел все роды козни, одержал всякого рода победы. Никогда не переставала подвязаться и получать венцы. Впрочем, я не знаю, как я увлекся до того, что стал оскорблять этого мужа. Доблесть его превышает всякое слово, а мое столько, сколько превышает меня искуснейшее в красноречии. Но, несмотря на это, блаженный будет судить меня не за выполнение дела, а за намерение. Я не перестану пока не скажу того, что выше сказанного столько, сколько оно выше всех людей. Что же это такое? После таких подвигов, после бесчисленных венцов, он желал не зайти в гиенну и быть преданным вечному мучению для того, чтобы иудеи, которые часто бросали в него камни и готовы были убить его, спаслись и обратились ко Христу. Кто так любил Христа, если можно назвать это любовью, а не чем-либо другим высшим любви? Еще ли мы будем сравнивать себя с ним после такой благодати, в какой он получил свыше? И после таких добродетелей, какие он оказал со своей стороны? Может ли быть что-нибудь дерзновеннее этого? А что при всем том он не был невеждаю, как те называют его, теперь и это постараются доказать. Они называют невеждаю не только того, кто не упражнялся в искусстве светского красноречия, но и того, кто не умеет защищать истинные учения. И справедливо так рассуждают. Но Павел назвал себя невеждаю не в том и другом, а только в одном. И в подтверждение этого он сделал точное разграничение, не сказав, что он невежда в слове, но не в разумении. Если бы я требовал от пастыря церкви изящества речи Исократа, силы Демосфена, важности Фукибиды и высоты Платона, то следовало бы указать на это свидетельство Павла. Но теперь я оставляю все это и изысканные внешние украшения, и не думаю ни о выражении, ни о произношении речи. Пусть кто-нибудь будет скуден в словах и состав речи его прост и неискусен. Только пусть он не будет невеждаю в познании и верном разумении догматов, а для прикрытия своего нерадения не отнимает у этого блаженного мужа величайшего из его достоинств и главной из его заслуг. 450. Как он, скажи мне, приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, когда еще и не начинал совершать знамений? Как преодолел Еленистов? Почему был препровожден старц? Не потому ли, что сильно побеждал словом и до того довел их, что они, не вытерпев поражение, раздражились и решились убить его? Тогда он еще не начинал творить чудес, и никто не может сказать, что народ удивлялся ему, помолвя в его чудотворениях, и что боровшиеся с ним уступали по причине такого мнения об этом мужа. Доселе он побеждал только словом своим, а как он боролся и состязался с теми, которые в Антиохии намеревались жить по-иудейски. И член Ариапага, житель суевернейшего города, не от одной ли пропадью сделался его последователем вместе с женою, Диане 17.34, и отчего не втих упал из окна? Не от того ли, что до глубокой ночи занят был слушанием поучения Павлова? А что в Салуне и в Каринфе? Что в Ефесе и в самом Риме? Не целые ли дни и ночи сряду он проводил в извеснении писаний? Что сказать о состязаниях с эпикурейцами и стоиками? Если бы мы захотели исчислять все, то речь наша была бы слишком обширна. И так, если оказывается, что и прежде знамений и при них Павел часто действовал словом, то как еще осмелятся назвать невеждаю того, кому за беседу и проповедь в особенности? Все удивлялись. Почему ликоонцы приняли его за Меркурия? Что их и Павла Варнау приняли за богов, причиной тому были чудеса. А что Павла приняли за Меркурия, причиной тому уже не чудеса, а слово. Чем этот блаженный превзошел прочих апостолов? Почему по всей вселенной имя его наиболее обращается в устах всех? Почему он прославляется более всех, не только у нас, но и у иудеев, и язычников? Не за достоинство ли своих посланий, которыми он принес пользу не только тогдашним верным, но и жившим, с того времени до ныне будет приносить пользу, имеющим существовать до последнего пришествия Христова, и не перестанет делать это, пока продолжится рост человеческий? Его писания ограждают церкви во всей вселенной подобно стене, построенной из Адаманта. Он и ныне стоит посреди, как мужественнейший ротоборец, приняя всякое разумение в послушании Христово, и не излагая помышления, всякое возношение, поднимающееся на разум Божий. Все это он производит оставленными нам посланиями своими удивительными и исполненными божественной мудрости. Его писания полезны нам не только для неиспровержения ложных учений и защиты истинного, но весьма немало служат их преуспеянию в благочестивой жизни. Предстоятели церкви, пользуясь ими, еще и ныне устрояют совершенство и доводят до духовной красоты чистую делу, которую он обручил Христу. Имя не отражает приключающиеся ей болезни и охраняет присущее ей здравие. Такие врачества нам этот невежда, имеющий такую силу, которую хорошо знают, часто пользующиеся ими на самом деле. Отсюда видно, что Павел оказал великую ревность в этом деле. Послушай еще, что он говорит в послании к ученику. Занимайся учением постоянно, потом говорит и о плодах этого, ибо поступая так, себя спасешь из слушающих тебя. Еще рабу Господню не должно спорить, но быть учительному, не злобивому. И далее говорит, ты же пребывай в том, чему научен, и что вверено тебе, зная, от кого ты научен, ибо ты из младенчества знаешь священное писание, могуче умудрить тебя во спасение. Ибо всякое писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, к исправлению, к наказанию, в правду, чтобы совершен был Божий человек. Послушай, что он пишет к титу, беседуя о поставлении епископов. Ибо подобает, говорит, епископу быть держащемуся верного слова в учении, чтобы был усилен и противящихся обличать. Как же кто-нибудь оставаясь невеждаю, как те говорят, может обличать противящихся и заграждать им уста? И какая нужда заниматься чтением и писанием, если должно оставаться в таком невежестве? Все это вымыслы и предлоги и прикрытие беспечности и лености. На это скажут предписывается священникам, ибо у нас теперь идет речь о священниках, что это относится и к находящимся под их властью, о том, послушай, как он еще в другом послании увещевает других. Слово Христово достеляется в вас обильно, во всякой премудрости еще. Слово ваше да будет всегда в благодати приправлено солью, зная, как отвечать кому. И слово готовы будьте к ответу, сказано всем 1 Петра 3.15. И в послании к фессалоникийцам Павел говорит «Назидайте недостаточный для научения». Это не мои слова, а самого Спасителя, который говорит «сделает так» и научит великим наречется. Если же «творит» значит «учить бы», напрасно было бы приправлено второе слово. Довольно было бы сказать только «который сотворит». А теперь разделением того и другого он показывает, что иное зависит от дел, а иное от слова. И каждая из этих двух частей имеет нужду одна в другой, чтобы здание было совершенно. Слышишь ли, что говорит пресвятерам эфесским избранный сосуд Христов? Поэтому бодрствуйте, помня, что я три с половиной года день и ночь не переставая учился слезами каждого из вас. Какая нужда в слезах или в словесном учении, когда так ярко сияла его жизнь апостольская? Жизнь его могла много содействовать нам к исполнению заповедей, но не скажу, чтобы и в этом отношении она одна совершала все. Когда возникнет спор о догматах и все будут бороться на основании одних и тех же писаний, тогда какую силу может оказать жизнь? Какая польза от многих подвигов, когда кто-нибудь после этих подвигов по великой неопытности своей впадет в ересь и отделится от тела церкви? Я знаю многих, с которыми это случилось. Какая ему польза от терпения? Никакой, равно как нет пользы и от здравой веры при развращенной жизни. Поэтому тот, кто поставлен учить других, должен быть опытнее всех таких спорах. Хотя бы сам он оставался в безопасности, не потерпев никакого вреда от противников, но множество простых людей, находящихся под его руководством, когда увидят, что вождь их побежден и не может ничего сказать противникам, будет винить в этом поражении не его слабость, а не твердость самого учения. По неопытности одного, много людей подвергнется крайней гибели. Если они не перейдут совершенно на сторону противников, то принуждены бывает сомневаться в том, в чем были уверены и к чему приступали с твердой верою, тому уже не могут внимать с такой же твердостью. И поднимается такая буря в душах их от поражения учителя, что бедствие оканчивается кораблекрушением. А какая гибель и какой огонь собирается на несчастную голову его за каждого из этих погибающих, об этом мне нет нужды говорить тебе. Все это ты сам хорошо знаешь. И так от гордости или от тщеславия происходит мое нежелание быть виновником погибели столь многих людей и на себя самого навлечь наказание больше того, какое теперь ожидает меня там. Кто может сказать это? Никто разве кто захотел бы укорять напрасно и предаваться рассуждениям при чужих несчастьях.